привет всем друзья здравствуйте сегодня мы по-прежнему находимся в доминиканской республике ведем репортаж со спортивной площадки местные креольские чернокожие ребятки некоторые босиком даже половина из них босиком отлично отлично играют баскетбол два на два на одно кольцо причем обратите внимание товарищи россияне вам должно быть это очень приятно цвет кольца сетки для кольца совпадает с цветами российского флага но это кстати те же цвета доминиканского флага у них тоже синий белый красный только там такой замысловатый крест сложный флаг очень сложный флаг там не три полоски там крест красно-белый крест на синим фоне так я нахожусь сегодня примерно пятый день уже в доминикане или как она называется доминиканская республика везде повсюду звучит очень громко подобная музыка латиноамериканская очень громко даже иногда до двух часов ночи но это надо воспринимать как данность как должное как деталь местного колорита причем она звучит но нереально громко они не чувствуют предела громкости таким образом владельцы бизнеса обозначают свои торговые точки наливайки магазины и так далее то есть звук сейчас идет просто из магазина чтобы народ знал куда идти за алкоголем и за продуктами он ведь там вдалеке вот но там вдалеке магазинчик это музыка идет оттуда как там сидит внутри продавец и как он продает я не знаю ухты красиво отлично трехочковый понятия не имею как он там продает внутри с при таком звуке но такой звук везде вчера вот такой звук был у меня на районе до двух часов ночи значит ну и самый интересный спортивный факт так это то что самый популярный вид спорта в доминикане это как ни странно бейсбол даже ходят слухи о том что в принципе доминиканцы его и придумали только в 19 веке американские американские торговые моряки его перевезли в соединенные штаты и там его сделали популярным и почему-то весь мир думает что родина бейсбола америка то есть сша нет это не так частности в американской бейсбольной лиге играет более 400 вроде как более 400 доминиканцев и они являются лучшими вообще игроками в бейсбол кстати на той половине баскетбольной площадке тоже играет молодежь как видим они играют неплохо значит а страна заселялась рабами из африки после колонизации испанцами в 16 веке она активно заселялась грубо говоря неграми и по этой причине простой значит большая часть доминиканцев носит такой шоколадный оттенок кожи имеет его у себя на коже этот оттенок здесь испанцы выращивали сахарный тростник кофе какао бананы и все прочее чтобы кормить свое необъятное королевство потом были войны с францией они никак не могли поделить остров и даже с британией но французы здесь составляли основную конкуренцию и левая часть острова западная отошла франции теперь она называется гаити то есть когда-то это была французская колония сейчас она называется гаити это самая бедная и самая опасная страна на карибах вообще одна из самых опаснейших и самых проклятых стран мира и недавно ее почти полностью разрушила землетрясением но это еще не все там даже убили президента просто-напросто кто-то взял и убил президента совсем недавно где-то месяц назад эта страна тотального беспорядка нищеты антисанитарии безработицы и зашкаливающего криминала эта страна западный сосед доминиканской республики где даже большинство людей говорит на французском языке помимо это еще на креольском ну и некоторые еще говорят неплохо на английском но страна катастрофически опасная только в том году если я не ошибаюсь там было выкрадено 900 иностранцев с целью выкупа 900 на всякий случай родные могут спать спокойно мои я туда не собираюсь ехать она во первых далеко на другом конце острова во вторых я дружу с головой иногда и я туда ехать не собираюсь туда как так же как и в сомали надо ехать только с вооруженной охраной причем есть вероятность того что твоя же охрана тебя же и перепродаст террористам доминикана в целом безопасная страна абсолютно безопасная здесь очень любит и уважает туристов их никто не трогает все попытки и случаи криминала все совершаются в основном этими гаитянцами то есть беженцами западной части острова эмигрантами гастарбайтерами и так далее так я лично тут развлекаюсь нашел маленькую спортплощадку вот сейчас она перед вами а ламига комы стас мы бен gracias у него все хорошо значит здесь есть турники и вот штанги сейчас я покажу штанги доминиканская портативная атлетика фитнес вот такие штанги спортивное снаряжение ну и турничок такой на него запрыгивать надо вставая на покрышки причем турник появился буквально на днях его еще недавно не было были покрышки но турника не было друзья мы еще от снимем много интересного мы имеем ввиду я и моя камера и покажем вам поэтому оставайтесь на связи пожалуйста простите за брак по звуку они еще любят танцевать смотри они любят танцевать латиноамериканские танцы сейчас я его попрошу будем байло 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 а мобиан gracias